Закончим с этим домом, потому что я еще хорошенькую нашла, видите, уходящую вниз, да, видите? Вот, и посмотрите, как тоже арки, да, сделаны с разным материалом, вот зачем вот так было запариваться, да? То есть не сделать никакого входа, а вот так вот запариваться с материалом, и кирпич тебе тут, и посмотрите, как заходит камень, да, тут на кирпич, посмотрите, 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 то есть посмотрите, как нужно было арку строить вот так вот, вот как вообще? Вы мне объясните, строители, которые все могут объяснить, как вот так вот можно арку построить, чтобы оно все здесь друг на друга закладывать а тут еще и с таким пафосом что тут еще и и и и скоба да еще и рисунок вот смотрите да горшочек там с кошкой понимаете сейчас я вам покажу еще скобы и потом пойду вот смотрите скоба еще на на боку на боку снать и вот там посмотрите сколько скоб вообще рядом посадите две скобы еле заметные и вот большая еще кстати 1 1 уходит вообще под камень вот вот поняли да и вот еще вот эта скоба тоже длинная непонятно вообще как линия какая-то вроде скоба где зачем начинается кончается вообще нету нету так сказать знаков а тут вот как бы была скоба до сплыла видите 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 как бы была до сплыла сушить и так хорошо час милане тепло но руки так немножко стынут уже стынут и давайте посмотрим что здесь на на здании наверху какой там сотрите там заборчик до обстоятельства и среди как вот пристройка такая до обстоятельства тоже зачем сессии какая волна да кстати какая волна вогнутость да а вот это вот тоже посадки писали до своей тоже зачем так строить да вот ну ладно я тут парни волнуются не буду снимать я сейчас хочу вам снять фонтанчик вот это как бы мостарий который у нас и вероне есть на царите закрыли да смотрите закрыли какой огромной этой огромной чекунной крышкой хочу вам показать тоже скобы да тут вообще вот что это да порванные скобы ну вот ну вот своей дырак сайте да просто вообще просто углубление в граните как будто вот скоба была да и тут тоже посмотрите вот что это вот просто трачет из-под фонтана это нормально все считается да я считаю что если это нормально я не знаю зачем вообще там просто удивляться чему-либо в жизни вот просто мрамор дороза влите вот эти скобы да странные 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 вот видите эта штука цели здесь тоже скоба да кстати эта штука но я не знаю может быть это наш положение может и нет тут опять видите вот это вот как бы лучи это не лучи ребятушки это вибрационные вот эти вот линии все эти какие-то знаки да видите видите и все время все время волна это вот с с как бы с да я бы сняла бы там но просто там это как бы потому что там такая национальность вы понимаете какая вот тут опять видите змей там национальность такая что и как бы лучше и не надо и туда опять да сеть два раза вот этот вот среди как здорово сделан да и опять писать его кольцо кольцо отдельно все равно кстати даже здесь везде подчеркивается что кольцо отдельно видите поэтому такие пирожки вот тут наша жижа посадите как видно конкретно как жижа вклинивается въедается видите брамор она командует эти она командует сети разрушает структуру гранита или брамора или может быть даже ее либо вообще сожрет либо изменит изменит сделать видите здесь тоже посмотрите здесь гранит давайте а здесь то уже у нас ребятушки жижевая вот это вот вот эта штука на жижевая зайти здесь тоже мрамор 7 рама здесь брамор здесь вот эта жижа ну такая известняк я теперь поняла что это никакой не известняк это жижа потому что когда думают как известняк появился на на местах где вообще там нету да как бы реки вот милане много же здесь не кому же поскольку церкви уже смотрели но вот вот туда что это уже было здесь и вот придумывать наличие рек те ты понимаю что это наличие рек огромное количество подземных рек под по центром милана это все придумано а посмотрите какие у нас вот это вот может быть даже я не сдавить и маленькие живут эти вот жижи скобы но опять же если наши это сделали да для чего вот так ставить эти вот вот да ну вполне возможно могли наши это сделать и тут я не буду спорить давайте когда есть вот спорно что мог быть наши или не наши я не буду ничего ради бога у меня то есть свое мнение но я не буду уж там прямо уж совсем убивать там народ вот видите тоже создайте известняк и гранита ну кто бы стал стала так строить зачем известняк и тут же мрамор дорогущий дорогущий мрамор да и и и и страшные вот здесь и снят вот никто не стал бы так строить специально тем более центр милана как бы ну все равно милан это милан все равно хоть ты тресли тебе там не не по века какая-нибудь а по вела офигительный город но все равно но начали какой-то не столицы до считается ну когда ка посмотрим где они заканчиваются эти скобы ну как бы заканчиваются тут как бы как бы все все как бы в норме в норме да получается не придраться я не буду тут где уж совсем вот еще помню вот с этими милюзинами я носилась сейчас меня это абсолютно не как бы не удивляет ничего вот ладно пойдем сейчас 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 пойдем к нашей дырке я же посмотрю есть еще какой-нибудь интересный скобы найду то сниму сколи палатины вы смотрите да сколи палатины палатин это тоже это чисто такой вот древнерибское слово сколи палатины так но пока сколько я не вижу никаких тут внутри ничего все видите все лавках все лавках вот это еще раз посмотрите на огромный вот отсюда а нет так это маленькие а вот огромные вот посмотрите какие вот эти боках да какие дырки а по сравнению с этими да к это маленькие обсуждите какая-то огромная вот так вот ребятушки я только сейчас сама заметила что они еще и разного размера так сейчас пока они будут все пыльные и не думали что и снимаем идем идем к нашей дырки идем к нашей дырке находимся центре милана нужно сто раз говорила мне нравятся наши вот эти вот рельсы все закругляющиеся видите да все все рельсы закругляющиеся посмотрю если здесь но здесь не будет вот этих скоб здесь вот посмотрите вот здесь вот этот мрамор ребятушки тоже видите какой да видите какой мрамор итальянцы бы его назвали греции вот такой как бы мол необработанный да нет просто он вот так вот образовался вот пока иду иду вы смотрите на солнечный милан так как я живу милане так это нормально что иногда я показываю вам вещи снова в центре видите опять ни одной смотрите ни одной трубы ни одной ни одной трубы если тут тоже ни одной вот как так вроде и бывает дом что там 10 тысяч труб а вдруг ни одного ни одной причем на какой-нибудь большом доме такой видите бы живой вот как она по идее должен был отапливаться я не про эти все дома ребятушки как минимум тысячи там каких-то 700 их там понимаете эти какие закругления до рельсов вспомните здесь я тоже ходила бродила но 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 можно все переходить и перебродить я все больше я все больше снимала что смотрите звезда видите наш рельсы заканчивается никуда да я снимала рельсы вот эти вот заканчивающие никуда вот эти вот сейчас я сделаю short видео за конь рельсов я снимала как и скобы заканчивается никуда так и рельсы как скобы тоже начинается закончить никуда и и что еще в основном я снимала вот эти ну уже давно вот я уже эти вот всякие строения да вот или помните из банка италия кстати рассматривала вот все эти вибрации фигуры все эти часто мне это уже абсолютно интересные скобы снимать не знаю его трубы печные если нет видите здесь не одной посадить 1 1 посадить 1 1 с этим 1 труба 1 труба роста здесь вообще ничего понимаете ничего да вот так ну ладно ребятушки я пока вот это вот эта библиотека братья на которой я была где там караваджо нас был пинакотека амбразиана там может быть снова можно затем на блин билетики извините меня ведутся по 17 евро вот ладно я сейчас это сделаю короткое видео по рельсам и пойдем к нашей решетки пока пока